АПЛОДИСМЕНТЫ Там про все-про все связанное с какими-то нашими концертами, которые иногда все-таки случаются, иногда с какими-то моими концертами, которые происходят, и со всем, что связано с Квардосом, там информация обо всем этом присутствует. Поэтому, если вам интересно, просто и Васильеву наберите, там по-прежнему все еще живет. Мы долго отбивались от этого названия, долго, пока знатный маркетолог Георгий Леонардович не махнул рукой и не сказал сопротивление бесполезного. И мы выпустили наши следующие диски вместо коробочек в консервных баночках. Сейчас это раритет. У меня осталась одна разъединственная баночка, полная одним-единственным диском. Я не знаю, осталось ли они где-нибудь еще у кого-нибудь. Когда-то это было смешно, потому что бороться с названием было невозможно. Мы так и остались уже так, как нас называли люди. Продолжали петь песни. И все, что сейчас я буду петь, это все из разного времени, 80-х, может быть, даже иногда и позже. Память уже стирает даты, остаются песни. Кончается четверг, дождик мела, и сквозь него едва-едва людьми. Два косяка, летающих тарелок, над мокрой территорией страны. И девушки, бегущие с работы, по лужам тороплива, все меня. О, как легка и необыкновенная та женщина, что скромный свой уют. Несет в химчистку в сумке староведный, немножечко похож на твою. А из-за облаков, сквозь дождик мелкий, глядит на двор в подзорную трубу. Порт инженер летающей тарелки, немножечко похож на судьбу. Кончается четверг, и дождик мела, и трудно разглядеть в промозглой гляне. Чего-то, что на небо улетел, и то, чего осталось на земле. И две фигуры посреди стихий, друг с другом не спускающие глаз. Промокшие, слепые и глухие, такие не похожие на нас. Счастливые, слепые и глухие, такие не похожие на нас. Вот две песни, относящиеся к, я бы сказал, к концу описываемого сегодня периода. Это уже, скорее, поздние 80-е. Я уже закончил университет, уже поработал в университете, поступил в Амбек. Закончил институт кинетографии. В 85-м году пришел работать в театре-студию киноактера. Которая находилась там же, где и сейчас находится, на улице, которая сейчас называется Поварская, тогда называлась улица Воровского. Путь к этому самому театру-студию киноактера лежал через, от метро Баррикадная, лежал через площадь Восстания, которая, я не знаю, как сейчас называется, потому что для меня она осталась площадью Восстания навсегда. Кладут асфальт на площадь Восстания, Кладут асфальт везде, где я когда-то Бродил, не поднимая головы. Кладут асфальт везде, где я когда-то Бродил, не поднимая голову. Кладут асфальт везде, где я когда-то Бродил, не поднимая голову. Асфальт везде, где я когда-то Бродил, не поднимая голову. Кладут асфальт везде, где я когда-то Бродил, не поднимая голову. Кладут на мой проверенный маршрут. Везде, где пролегла моя Продоренная горя В Матвеевском, на Прессе, в теплом Старе На Рижском и на Киевском вокзале Катки, плотая уличный рам Танцуют свой замедленный балет Кладут асфальт на площади восстань Поверх в асфальт впечатанных печаль Засохших неподаренных тюльпан И пепла самых горьких сигарет О, сеть моих былых следов Я вновь в тебя пропасть готов Кладут асфальт на площади восстань Латают мостовые и бульвары Все мы воины мелкие исправят Асфальтовая черная река Прошла пора обид и расставать Пришла пора ремонта тротуара Пора на черном зеркале оставить Свой первый отпечаток каплука Свой первый отпечаток каплука Свой первый отпечаток каплука Почта На всякий случай Если эта записка вдруг окажется единственной Мы понимаем, что это невозможно По традиции попросить должны Расскажите, пожалуйста А не кто-то проведение Извините, друзья А не кто-то проведение Он относится к другому, более поздному Периоду, когда идиотизм Уже начал зашкаливать А в то прекрасное время Мы сами себе казались еще такими умными А потом, брат, все Спойте, пожалуйста, метрополитен Друзья, спою Чуть позже Обязательно Я уже говорил о том, что и у меня, и у Георгия В свое время В школах существовали вокально-инструментальные ансамбли Я уже говорил, наш назывался Вешние воды Мы там пели, играли на гитарах И любовь к ритмичной музыке Вообще у нас, Георгия нашим осталась навсегда Мы даже сочинили рок-н-ролл Сейчас попробую вам его спеть Говорят, что по сюжету этой песни В Германии Снят полнометражный художественный фильм Я, кстати, только что гастролировал в Германии У меня было 10 концертов Я на каждом концерте спрашивал Друзья, ну спросите у каких-то там своих немецкоязычных Рыбов, конечно, русскоязычных на концертах Спросите Ну что это за фильм такой вот с таким сюжетом? Спрашивали, переспрашивали Так мы и не нашли этот фильм Но я его себе даже... Может быть даже и написать такой сценарий И снять его Я даже представляю себе, как это может выглядеть Такой арт-хаус В главных ролях, например, я Ну и скажем Для простоты просто Анжелину Джули Это рок-н-ролл, поэтому надо прыгать и кричать Прыгать буду не зайка А кричать тихонько Вот так Зульфия А может скажем Зульфия И я от радости умнее Еще чего-нибудь скажу И вместе с нею по аллеям Я до рассвета прображу И стрелью первого трамвая Все станет просто и легко И прошепчу, я замираю Люблю тебя я, Сулейко Люблю тебя я, Сулейко А в духе полного доверия Мы с ним присажили вдвоем И я твердил Эй, флукерия А все-таки словно мы жили Сидели в моем самоварах И с калачами пили чай Сынок у Тоня, дочка Клара А также внучка Кюмчатай А также внучка Кюмчатай Осталось только поравняться Пройти последние шаги Ну вот и все, прощайте, братцы О, Боже, правый, помоги Глаза острей Булатной стали Тоской мне сердце обожгли А как мы славно мечтали Прощай, красотка, Натали Прощай, красотка, Натали Прощай, красотка, Натали Друзья, что-то вспомню, что-то нет Но сейчас записки почитаю, попробую ответить Так Сейчас давайте Меняется 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 программа Походу Смена состава в ходе встречи Так, хорошо Сейчас продумаю Сейчас из этого что-то спою Удивительным образом Сочинялись тогда песни Была реальная история Сейчас расскажу историю одной песни Мне кажется, вы сильно удивитесь Сидел я однажды смотрел телевизор Смотрю, сидит человек Я еще не знал, кто это Интернета нет Дисков не видел Играет какой-то иностранный человек Тогда стали появляться какие-то иностранные музыканты на сцене Это уже конец 80-х И играет так, сидит На гитаре играет красиво И басой такой Клевый такой Сейчас я знаю, что это был стинг А тогда-то я не знаю Понимаете? Мне так понравилось Еще гитара у него с нейлоновым инструментом Почти такая же, как у меня И я думаю, где? Ни интернета Ни дисков Ни памяти, что ужасное Прихожу к Георгий Анардовичу Георгий Анардович Я песню такую видел Гениальную Он говорит, спой Я говорю, я не помню Он говорит, ну напой Какая она? Я говорю, она такая красивая Даже не помню Ну наиграй хоть я попробую Мы с ним сели и стали вспоминать эту песню Ты что-нибудь помнишь из нее? В общем, мы кое-как вспомнили Он говорит, хорошую песню Я ее ни разу не слышал Напиши, Слава Я написал Так незаметно Постепенно Я взрастаю пустотой Часы не пьут Но ничего не происходит Бесон течет И все И сердце бьется Кровь струится И селезенка Йок-йок-йок И день за днем Идет процесс Мещеваренья И больше нечет Он Ты тоже Ты еще Так, 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 так незаметно, постепенно Весок сквозь дырочку уйдет, и я умру И напишу вам всем записку, чтоб вам не жить, как мне И вы поймете, что вообще-то я неплохой был человек Вот только жаль, что незаметно, постепенно Весь пустотой тянулся по самые уши По самые уши Аплодисменты Аплодисменты А иногда, знаете, как бывало? Начинаешь петь песню, Георгий Владимирович Он вдруг начинает где-нибудь в середине первого куплета Мерзко хихикать И говорит, а вот здесь так должно быть И добавляет одно слово И песня меняется Так произошло со следующей песней В которой я не мог придумать рифму К слову Позади Это Георгий Леонардовичу принадлежит строчка Единственное слово Он придумал рифму Не один Вот что получилось Цветной настенный календарь С портретом молодой артистки И кучка пепла на полу И полночь позади И впереди И сяночь И две зажаренных сосиски И каракан И не один Удивник Старый без стекла И новый Золоченый стрелк И первый снег на волосах Следы Седой зимы И впереди Рассвет И две невымотых тарелки Ах, кто бы Кто бы их помыл И двадцать восемь новых строк Как стая голубей Из клетки И тысяча ночей иных Как смерч над головой И впереди Вся жизнь И две исписанных салфетки И все И больше ничего Аплодисмент Аплодисмент Спасибо Я буду 24 апреля Здесь состоится концерт Который будет называться Эпоха перемен Много прозвучит песен Которые я успею К тому времени Вспомнить и выучить Потому что большинство Из тех песен Которые будут звучать В следующем концерте Я в одиночку никогда не пел Разве может быть только там Две-три есть Так, хорошо, хорошо, хорошо Слушайте, какое интересное здесь Уважаемые, этот концерт Транслируется онлайн Его смотрят сейчас В Каменск-Уральском Спойте для них, пожалуйста, Глафью Спою Но он чуть позже Дорогой Каменск-Уральский Давайте в конце споем что-нибудь Хоррор на ваш выбор Ой, Мороз, Мороз Много лет назад у нас была Прекрасная традиция Мы собирались весной И в первых числах Мая Отправлялись На природу Да-да-да-да-да На станцию Завета Ильича По Ярославской Железной дороге Где мы проводили Ну, поскольку дело Происходило в майские праздники Мы проводили там Замечательный праздник Съезжались туда Много народу Человек пятьдесят Вместе с детьми Иногда шестьдесят Приезжало народу Это был огромный пикник С ушлыками С В меру пьянством С обязательным футболом С разными играми С Песнями Плясками И приключениями И кострами Поскольку происходило все в мае Мы называли это все Маевка Тем более происходило это все Для Завета Ильича Кстати, попасть туда было очень просто И люди, которые Хотели туда приехать Спрашивали, как к вам присоединиться Мы говорили очень просто Такого-то числа Поскольку-то приезжаете на станцию Завета Ильича Идете прямо по ходу поезда Переходите через пути И видите, стоит Владимир Ильич Ленин И вот так показывает Нужно идти в противоположную сторону И вы попадете к нам Ура! Опять пришла пора Любить грозу в начале мая И как весенний первый гром Мешком посуды грохоча Мешком посуды грохоча И разгулявшихся детей По всей платформе собирая Мы едем, едем на пикни Завета Ильича Завета Ильича В другие дни не так поймут На головах ходить неловко И только в этот дивный день Наружу рвется вольный дух Туда, в заветы Ильича На долгожданную маёвку Едем, едем раз в году Чух, 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 чух Ты твёрдо знаешь, старина Что этот день у всех свободен Но через год и через век Вновь соберёмся с утреца Наш праздник спорта И вина Свершится при любой погоде Наш поезд в 9.32 Второй вагон с концом Ура! Опять пришла пора Опять весна на белом свете И над проснувшейся Москвой Глянит свероподобный клич Гулей, рванина, веселись Играет в футбол и пей Эрэзи Как она мог в семнадцатом году И завещал Ильич Ещё одна песня, которая относится, наверное, к тому же периоду К самому концу этого периода, к концу 85-го года Песня, написанная к фестивалю молодёжи и студентов Который состоялся в Москве в 85-м году Пожалуйста, крякните, как скрут шмакдак Не могу Дело в том, что скрут шмакдак Макдак не крякал Он разговаривает обычно Дональдак крякал Я его озвучивал 10 лет Кряк! Кряк! Дональдак! 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 Я за него крякал Сейчас я уже растренировался, видите Давно этого не делал Говорят, этого персонажа сейчас озвучивает Замечательный питерский актёр Илья Москов Который был когда-то первым фандолином В самой первой экранизации от Рашидовской Очень хороший актёр, мне нравится Я, к сожалению, с ним не знаком Хотелось бы встретиться Покрякать о чём-нибудь Нашим Утином Так, щас, 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 щас Надо понять, чего я упею Чего нет А завтра суббота Ну, завтра Да, 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 пожалуй, спою эту песню Потому что это ещё один образец Удивительный образец сотрудничества Я сочинил песню, принёс её Георгию Показал, он говорит, всё хорошо, её нужно петь в два раза медленнее Она была довольно бодрая и довольно резкая песня Он говорит, не-не-не, тихо-тихо-тихо, успокойся И на гитаре не играешь Я говорю, а что делать? Больше ничего не надо Мы долгое время играли её вдвоём Он нам можно назвать игрой И каждый из нас немножко дёргал за струны А песня, в общем, на самом деле приобрела своё лицо И благодаря этому усовительному решению Никуда не спешить, ничего не играть Мой пух на розовых щеках Мне представлялся столь солидно Ему впервые безонимно Касалась женская рука Когда впервые, как в бреду Та фраза в воздухе застыла Мой милый, жди меня, мой милый И я приду, приду, приду Мой милый, жди меня, мой милый И я приду, приду, приду Мой милый, жди меня, мой милый Так было когда-то в первый раз В графе разу лук поставлен крестик Мой пух грубел со мною вместе А это пара глупых фраз Как карусель кругов в аду С тех пор мне голову кружила Мой милый, жди меня, мой милый И я приду, приду, приду Мой милый, жди меня, мой милый И я приду, приду, приду Седа молитвой и постом Смирив в процессе ожидания Я ждал крестов в графе свидания Но надо мной висит кресток Как ключ, потерянный в пруду Как недорытая могила Мой милый, жди меня, мой милый И я приду, приду, приду Мой милый, жди меня, мой милый И я приду, приду, приду Уже ли я грешен тем, что сам Постиг чуть горький запах мщения И все свои невозвращения По той же схеме подписал Ведь жизнь, как жалкий, как аду Одно и то же затвердило Мой милый, жди меня, мой милый И я приду, приду, приду Мой милый, жди меня, мой милый И я приду, приду, приду Мой милый, жди меня, мой милый Спасибо большое Возвращаемся к 85-му году Фестиваль молодежи и студентов Я хотел эту песню спеть В следующем вечере Потому что в значительной степени Она уже относится, конечно, к эпохе перемен Мы ее много пели в 90-е годы Но появилась она все-таки в 85-м В описываемом периоде И хотелось бы Ее все-таки сегодня спеть Несмотря на то, что один я ее тоже практически никогда не пою Как-то странно Годы идут И иногда вдруг Письма начинает опять Звучать Как будто вчера написано Там странная история была За две песни Там в конце есть такая строчка С верной подружкой И с кружкой в руке Руководству Московского университета Где мы пели эту песню Имеется в виду Комсомольское руководство Как-то эта строчка не понравилась Нам А тогда было все очень серьезно Если вы выступаете на каком-то Митинг-концерт Посвященный предстоящему фестивалю Я думаю, скоро мы все это увидим Слушайте, на самом деле, да, мы все это проходили много раз И знаем, чем все это кончается Поэтому я с оптимизмом смотрю Так вот, митинг-концерт Подбегает к нам человек Говорит, слушайте, вы там про кружку поете Вы что, с ума сошли? Мы говорим, ну мы имеем в виду Мы из географического факультета Мы имеем в виду кружку с чаем Комсомольский работник не мог себе представить Кружку с чаем У него намек был однозначный Говорит, вы не можете чем-то заменить ее прямо сейчас? Мы сейчас не можем Мы уже выходим на сцену Говорит, ну спойте что-нибудь другое Мы предложили ему варианты С чашечкой чая и с плюшкой Он обиделся Тогда мы предложили С верной подружкой и с пушкой Ну, в общем, он заставил нас изменить Слово кружка на слово гитара Оно не рифмовалось Ну, это я не помню, чего же мы тогда спели Ну, нет, мы про кошку спели такие Хотя Мне кажется Ему бы на другое было смотреть Вот я смотрю Выдет на улицу всем сколько есть И задушевную песню завесть Пусть ни в складушке, ни в лады, ни в такт Оно не по нотам, а так Не кружись над головою Черный ворон А кружись шар голубой над головой Вот бы по улицам и площадям Дружно пройтись, башмаков не щадя В маршевном ритме печатая шаг Только не в ногу, а так Не кружись над головою Черный ворон А кружись шар голубой над головой Вот бы собраться огромной толпой И дискутировать на беремоне Чтобы шузлил душу каждый чудак А не по бумажке, а так Не кружись над головою Черный ворон А кружись шар голубой над головой Кепочки бы на пекрень заломить И сообща подолецов заклеймить Дать им понять, что их дело Табак Но не крикливо, а так Не кружись над головою Черный ворон А кружись шар голубой над головой С верной подружкой и с кружкой в руке С парой слов на любом языке Доброе утро, бонжур, бутонток Доброе утро, бутонток И только так, только так Не кружись над головою Черный ворон А кружись шар голубой над головой С всей землей Можно садить весь дежур Если жить и от души И с головой Бам Несколько примеров Странных примеров сотрудничества Как появляются песни Вот знаете, как это? Когда бы вы знали, из какого ссора? Трудно себе представить, как это случается Например Задумываю Полотно Вот просто Полотнище Думаю, куплетов восемь Про жизнь Про любовь Про взаимоотношения Прихожу к Георгия Анатольевича И лицо главное У меня серьезное лицо Я думал, он тоже в силе Я начинаю петь Слушай, как будет красиво Он слушал, слушал Потом в конце Стоп, стоп, стоп Вот здесь эта песня должна закончиться При руках Это первый куплет Он говорит Ты еще даже не понял Чем она должна закончиться Перу Георгия Анатольевича Принадлежит в этой песне Последняя фраза Там всего эта фраза Немного Песня называется Ушкурвал Вы постарайтесь понять Всю глубину Моего ужаса И постарайтесь представить Объем того, что я собирался сочинять На нашем корабле Без капитана Без паруса Без днища И во рту В любые Незведанные страны Я хоть сейчас Отправиться Готов Лишь только Ты меня Не покидала Лишь только Как не кончалось волшебство Лишь только Ты стояла У штурвала Не трогая Руками Ничего Мы входим в завершающую фазу Нашего творчества 85-х годов Когда смысл потихонечку начал скользять от нас самих Следующая песня Как раз образчик этого Ну Она достаточно известна Я даже хотел что-нибудь в другом наряде Выступать За нее Некоторое время назад Мы с Георгой Леонавчим Выступали в университете И для этого Концерта мы готовили Специальную униформу Договорились, что мы придем Оба брюка коричневого цвета Но он отманывал Пришел в сервер Я как дурак ходил коричневый Дело было в Харькове Мы приехали Да И Перед самым концертом Я с ужасом обнаружил Забыл дома штаны В которых собирался выступать И придется выступать В тех, в которых я ехал А они были ненавистны Их не любили И я сказал об этом вслух О том, что я их не люблю Георгий Леонавич Услышав эту фразу Повторил ее трижды Глубокая задумчивость И вдруг ему показалось Что у него получились стихи К этим, собственно говоря Стихам мы дописали Маленький Маленький такой Финальчик И получилась такая Я даже не знаю, как это назвать Но это такое Полотно с летальным исходом Я очень не люблю Коричневые брюки Я очень не люблю Коричневые брюки У них возникся Зады и пятна от блинов За что же Коричневые брюки Так я и не люблю Коричневые брюки И в целом не люблю Коричневых штанов Менавист свою Сумею превозмочь я Менавист свою Надв elasю и к себе Поставлю по кругу и выйду в них гулять сегодняшнюю ночью. На танцы в них приду и девки всех попросить. Продолжаем. Про холодильник мы сочиняли. Как-то мы сидели и думали, про что бы сочинить песню. Понимаете, поиск темы, которая затронула бы самую душу. Это очень важный момент. Тут взгляд наш упал на простой музыкальный инструмент с клавишами. Так появилась следующая песня. Я её никогда в жизни не пел, это первое исполнение. Её пел Георгий Леонардович, который приложил к ней, собственно, всю свою художественную мощь. Посвящение фортепиано. Я обожаю фортепиано. Пьяно, когда слегка бывает. Пьяно, и с чувством полного комфорта на нём играю. Форте, форте, по чёрным клавишам, по белым. Люблю долбать под этим делом. Но более всего в рояле ценю две медные педали. В педалях вся его душа. На них нашмёшь разок. И ша. Ещё одна песня, которую тоже петь не собирался. Но уж просто несколько человек просят её спеть. Честно вам признаюсь, лет двадцать её не пел и думал, что её все забыли. Это была случайная совершенно песенка. Вы помните, в те годы были очень популярны так называемые садистские стишки. Маленький мальчик чего-то на дереве влез. Чего там только не было. Да, принёс пулемёт. Больше там где-то никто не живёт. Дедушка старый ему всё равно. Баб, что-то такое. Да, да, да. Без разнотных пошлинений, ну и так далее. Много всего было. Про электрика Петрова была самая лучшая. Я спросил у электрики Петрова, зачем надел на шею пробу. Ничего Петров не отвечали. Только молча ботами кричали. Но мы дурака валяли и мы сочинили песню под названием «Личная жизнь» и «Лектика Петрова». Ах, она его за руки полюбила, ну а он её за ноги и глаза. Ах, она твердила, что ж молчишь ты, милый, ну а он всё дома. Чтобы ей сказать, не дай Бог её обидеть грубым словом. Не означай, не означай, какую глупость ляпнуть вдруг. И невеста у электрика Петрова, аспирантка академии наук. Он старался быть начитанным и кротким, Вместе с ней диву и кавку обожал. О, по вечерам соседям жёг проводку, Чтоб ей телевизор и к ней не мешал. Не могу в ней сказать, чего дурного. Говорим ему, за ним вам как-то друг, Но зачем? Скажи же, электрика Петрова, Кандидатом быть каких-либо наук. Он водил жару на ёлки и концерты, Он, как трансформатор, был приставлен к ней. Только щёлкал, щёлкал щётчик Где-то в сердце, и контакты грелись, Грелись всё сильней. Говорят, что он украл с работы провод И заделал в потолок железный крюк. Говорят, вдова электрика Петрова Защитилась тень Доктора наук. И ещё без одной песни невозможно. Невозможен этот период. Обязательно спою Про высшего упомянутого Горбака. Ещё без одной песни этот период невозможен. Где-то в середине 80-х годов Закончили университет наши друзья, Учившиеся на несколько лет позже нас. Они были чуть младше, Но принимали участие в той же самой Художественной самодеятельности Географического факультета. Один из них, Активный участник нашей самодеятельности, В основном технический работник, Но также и участник творческих коллективов. В частности, он пел в хоре, Для усиления. Когда много людей поют, Неважно, кто что поёт, по большому счёту. А слуха у него не было. Никакого. Он не попадал ни в одну ноту. По собственному желанию. Москвич. Но захотелось ему приключения. Он распределился в город Владивосток. И уехал туда. Когда он уезжал, он попросил нас сочинить для него песню. Сочините такую, говорит, песенку, Чтобы я мог её петь на берегу тихого океана. Это оказалось непростым делом. Потому что там не один медведь, Много медведей прыгали на ушах. Но мы решили, что уж одну ноту человек освоить сможет. И мы сочинили песню всю, на одной ноте. Для этой важной миссии мы выбрали ноту Ре. Хотя ему об этом не сказали, ему было всё равно. А чтобы он не отвлекался бы на слова, а следил бы за мелодией, Мы слова попроще сочиняем. Песня называлась «Песня про самолёт и вертолёт». Надо сказать, что наш товарищ этот был, есть и остаётся любителем приключений. Он хотел, очень давно у него была такая идея, взять несколько месяцев отпуска и прийти пешком из Владивостока в Москву. Пешком он не пришёл. Но автостопом от Владивостока до Москвы однажды за свой отпуск он доехал. Собственно, нашему другу Андрею Тарасову по кличке Арчибальти посвящается этой песне. У обрыва сижу на краю, И что вижу, про то и пою, А вот вдали полетит самолёт, А за ним полетит вертолёт. А куда ты летишь, вертолёт? Оттуда же, куда самолёт? А ты скажи мне, товарищ пилот, А для чего теперь твой самолёт? А для того мне мой самолёт, А чтоб меня б не догнал вертолёт? А ты скажи мне, товарищ пилот, А для чего тебе твой вертолёт? А для того мне мой вертолёт, Чтобы мог я догнать самолёт? Так ты ж не можешь догнать самолёт, Ведь он летит куда хочет народ. Вон тогда минький мой вертолёт, А чтоб меня не догнал пешеход. Ну и что же, что я пешеход, Я отправлюсь в большущий поход, И сперва догоню вертолёт, А потом догоню самолёт. И ещё без одной песни этот период совершенно невозможен. К сожалению, я эту песню не знаю. В этой песне, вы будете сменяться, я правда её не знаю. Я её никогда не играл на гитаре. Я бы не подыгрывал так. Я не очень знаю мелодию, потому что я её никогда не пел. Я её знаю, конечно, и слова знаю, потому что я её пел. Но я пел всегда второй голос. Поэтому, друзья, в данном случае просто конкретно помогайте. Эта песня целиком и полностью предлежит Кимперу Георгия Анардовича, Который всегда и пел в ней первый голос. Приходи ко мне, главнира, Я на моём сзади. Приноси кусочек сыра, Мы вдвоём его съедим. Буду ждать желанной встречи, Я у двери на чайку. Приходи ко мне под вечер, Посетим подъём чайку. Лучше быть сытым, чем голодным, Лучше жить в мире, чем злодей. Лучше быть нужным, чем свободным, Это я знаю по себе. Приходи ко мне, главнира, Ко мне взмочай. Приноси кусочек сыра, Видишь сыру, что за чай. И колбаски два кусочка, А я маслица найду. В наше время давай ночку, Не прожить имей в виду. Лучше быть сытым, чем голодным, Лучше жить в мире, чем злодей. Лучше быть нужным, чем свободным, Это я знаю по себе. Буду ждать я не устава, Ты мне только покажись. Должником твоим я стану На оставшуюся жизнь. Подари приветный взгляд, Малость рядышком попут. Больше ничего не надо, Только в чаю что-нибудь. Лучше быть сытым, чем голодным, Лучше жить в мире, чем злодей. Лучше быть нужным, чем свободным, Это я знаю по себе. Это я знаю по себе. Это я знаю по себе. А как приятно потянуть Своей конечности, Своей конечности, Своей конечности. И пора думать часок другой о вечности, Часок о вечности, Другой о вечности. Мигая мне фонариком плывет Поржа, Последом три песка река и два Поржа. И в темноте не то кричат, Не то верещатся, Не то зовут меня, Не то верещатся. Мигая мне фонариком плывет Поржа, Последом три песка река и два Поржа. И потихонечку глаза мои слипаются, То рослипаются, то вновь слипаются, А в этом бреде с неба слезды осыпаются, И осыпаются, и осыпаются, и осыпаются. Мигая мне фонариком плывет Поржа, Последом три песка река и два Поржа. Давным-давно прошла поржа, Вдоль бережка реки, Вдоль бережка реки, Вдоль бережка реки, И в теплые лески варили песка реки, Мои песка реки, Мои песка реки. И пустую суету мою Относит ввысь, А я лежу и думаю простую мысль. Покуда ноги есть, дорога не кончается, Все не кончается и не кончается, Так что поесть, нечего-то приключается, Все приключается и приключается. Мигая мне фонариком плывет Поржа, А следом три песка река и два Поржа. Мигая мне фонариком плывет Поржа, А следом три песка река и два Поржа. Спасибо большое, это почти все. Буквально еще вот есть несколько, а конкретно две песенки, без которых невозможно закончить сегодняшний концерт. К счастью, сегодня есть у нас Татьяна Ларина, которая даст возможность сыграть эти песни так, как когда-то хотелось на самом деле. Татьяна Ларина, которая даст возможность сыграть эти песни. А для меня не вопрос, вот только немножко со временем туго, Я буду сдувать с отдувальчиком дым. И пора штормовки пропитую потом, И собственным делом, да более родным. Кормить комаров под таежным болотом, Ходить за грибами с разинкой рудом, Ходить на медведя с двумяными стволами, И все это будет, но только потом, Когда я снегка распитаюсь телами. Я буду под дождиком песен, а надо, И жечь костерок, чтобы дым кромыслов, И вот тут бессмыслено больше не жрать, Пожрать ее только с особенным смыслом, Дыхать через нос, выдыхать через рот, С природой родня, с генетическим ходом, Из всех предлагаемых прав и свобод, Себе выбирая лесную свободу. И чувствовать так у тебя в далеке, Кромную разницу между полами, И пылост уже в безымянной реке, Рук-рубка сперва просквитаться с делами. Как жаль, что моя голубая мечта Железной трубой начала накрываться, И прикос не дон, и осанка не дон, И все тяжелее от тела дорваться, Но точно я знаю, что время придет, Когда перестану толочь в тупе воду, Когда я почувствую полный вперед, Когда, наконец, обрету я свободу, Чтоб нервно уже никуда не бежать, И больше не жить в этом жутком бедлане, Во папочках белых спокойно лежать, Сполна раскрытавшей со всеми делами. Браво! Браво! Аплодисменты Катьяна Варина Браво! Аплодисменты 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 Петра на два, на три Но и не бодрред Чтоб с непривычки не стучало В ушах от давления Но и не бедрред Поскольку хочется летать И одуревший от весны В дальние страны И я полечу Сквозь небо склон ночной И, заглядевшись на меня Там дворник Степанов спрячет метлу и полетит за мной. Так отчего же весь народ ходит, как пьяный? Что нас влечет, что нас лишает сна? Да просто в тучи воробьев, дворник Степанов. Мне ведь висит, значит пришла весна. Большое вам спасибо. До свидания. Приходите за субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok